добрый день уважаемые зрители нашего канала сегодня мы продемонстрируем как программе das найти cbf файл нужного так как он отличается от программы к центре место поиска как определить какой вам нужен будем рассматривать на программе das для старых машин подключимся данном случае к спринтеру старенькому на примере спринтера посмотрим программа автоматом переходит в das машина находится в америке по удаленке ждем пока подключится непосредственно к машине машина американец 642 мотор с автоматической трансмиссии и номер пробег запускаем короткий тест ждем пока дуплица повторяем что это у нас уроки по программе видеама данном случае у нас третий урок мы будем смотреть как определить какой блок в какой машине единственное что лучше бы конечно на примере легковой машины это делать ну я просто покажу здесь что в das видно на примере спринтер а далее мы будем уже рассматривать как искать какие файлы непосредственно cbf ки на примере легковых машин большой привет барыги тв я знаю что он смотрит наше видео кричит на кого на каждом углу что он честный и при этом тупо тырит контент но да бог с ним пусть подавится вот у нас прошел короткий тест ошибочки ну зайдем например вот блок сидя и 4 заходим блок управления смотрим версию самая верхняя строка это всегда версия программного обеспечения все и вот смотрим какой у нас блок управления 10 cr4 нафта значит у нас будет cbf cr4 непосредственно так и будет обзываться далее другой например был посмотрим что здесь у нас еще чтобы такая но приборная панель понятно чтобы такой климат тоже понятно мэри м дк то суп это ничего такого вот передний сам наверно да давайте попробуем в передний сам зайти также заходим верхний модуль сам 906 но здесь тоже просто короче ну тем не менее много на многих машинах на легковых может название отличаться то есть здесь написано одно на самом деле по умолчанию совершенно другой cbf используется здесь хотелось вам продемонстрировать но тгс давайте вот коробку посмотрим ждем пока подключится также заходим информацию у нас егэс 53 старая пятиступка она так и называется диаген версия вся 253 правильно cbf будет называться егэс 53 ну давайте посмотрим еще блок esp также заходим верхнее обозначение смотрим ну здесь все все просто на самом деле неудачная немножко выбрал пример ну ничего страшного принцип понятно что смотреть здесь топология в принципе здесь но часто здесь название может отличаться здесь одно написано самом деле cbf к совсем другая мы сейчас рассмотрим это на легковых машинах далее будем переходить уже непосредственно на компьютер я там покажу далее мы просто будем использовать заранее мой вытащенные файлики они находятся непосредственно в программе центре и даст открываем папку и смотрим по моделям я потом укажу путь какой видим вот здесь вся информация у нас хранится по блокам но спринтеров здесь конечно нет и по легковым машинам только взял это давайте какую машину откроем давайте отходим наш любимый 164 вот открываем например 164 первый файл забыл сказать что открывает нужно с помощью блокнота открываем файлик вот у меня уже открытый файлик и значит смотрим выбираем модель 164 смотрите здесь у нас описано полностью все модели по кузовам в этом файлике вот 164 вот например берем 164 и модификация вот у меня например 164 120 и смотрим файлик какой далее строке видим инденты какие mcf то есть в этой машине в этом комплектации будут прописаны все машины все файлы здесь к здесь конкретно описано какой вот 280 или трех литровый цедай заходит непосредственно вот в этот файлок mcf с окончанием вот он уже мира открыт смотрим под каким номером вот смотрите 164 120 значит у нас вали будет д-01 вот у меня как раз открыто 164 01 открываем и смотрим здесь у нас все полностью прописано какой и чего блок у нас используется так на самом деле здесь дизельный да я открыл ой бензиновый открыл потому что блок управления вот смотрите сразу видите видно что я сам неправильно открыл видно что здесь и мне 97 значит это бензиновые есть также показаны команды для разблокировки блоков и написано вот например аркада видите аркада это подушка безопасности блок срс и видим на этом примере какие блоки как cbf называются цикловые блок здесь также в комплектации описано непосредственно какие разрешения что у вас какие комплектации с а кодой здесь у вас прописаны разрешение на эти коды все 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 cbf которые используются вашей машине все названия имеются вот здесь по вот этим названием вы можете определить какой нужен вам непосредственно блок тв тюнер и вот у нас на 25 25 далее что здесь но все здесь практически есть ребят без проблем как бы все это ищется любой блок передний сам сам вы задний сам все блоки которые использовались вот я про чё и говорил аркады срс подушки безопасности и sm блок если dsm то dsm блок то есть все 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 какие использовались именно в этой модификации те открываем сейчас мы вернемся к нашему файлику найдем d1 да там был у нас у нас b вот d1 да а вот d1 непосредственно что что я опять нажимаю это открываем с помощью блокнота и вот здесь уже пожалуйста непосредственно 164 120 модификация видим что это дизель cd и 4 те же самые команды и все модификации cbf файлов тут же то есть название быть четко определяете по своему веномер по свой папа первым шести буквам веномера но кроме в дб числовой код 164 120 например данном случае 164 любой то может быть и также там 211 первые шесть цифр и по ним и уже непосредственно определяете все блоки которые у вас стоят здесь вот они четкие названия это и есть диагенос то есть топология в программе das то есть используя названием правильное выбрав название вы без проблем попадете в тот блок который вам нужен на вашей машине и подключить и подключитесь правильно без всяких проблем все блоки абсолютно тут есть так что еще хотел показать также тут cbf ки есть пожалуйста о чем я и говорил в этом же файле здесь они в алфавитном порядке ну основная масса почти всех есть вот по двигателям смотрите под дизелем cr-1 cr-2 cr-3 cr-4 повторяю все эти файлы лежат непосредственно в программе центре без каких-либо проблем всю топологию вы можете найти правильно используя программу das и центре во втором видео я показывал как найти cbf ки для вашего автомобиля как их распознать через программу в центре всей машины которые показывались в центре здесь я именно показываю как найти файлы как их распознать именно для вашего автомобиля чтобы они были правильны при подключении к вашему авто то есть вот таким способом все можно без проблем это распознать и увидеть на этом всем спасибо следующем уроке я посмотрю что там у нас дальше будет возможно перейдем к флешированию посмотрим насколько будет у меня времени свободного спасибо всем за внимание до новых встреч кому надо в принципе я могу выложить файлы если уж самостоятельно не можете найти ничего сложного поиском это очень просто у ищется к сожалению у меня тут просто на компьютере нету программы в центре она тут не нужно так как по удаленке работают с этого компьютера на рабочем компьютере как мы засниму путь или пропишу путь внизу ну все всем спасибо за внимание до новых встреч ставьте лайки пишите комментарий это важно очень для продвижения видео особенно новичкам всего доброго всем спасибо пока пока что и и и и и и